Заседание Госсовета сегодня началось с минуты молчания в памяти о скончавшемся первым председателе Верховного Совета Крыма Николае Васильевиче Багрове. Он всегда находился в центре событий, определяющих судьбу Крыма, и когда стал первым председателем Верховного Совета Автономной Республики Крым, а также в качестве ректора Таврического Университета Вернадск. С его уходом ушла целая эпоха. Предлагаю почтить его память минутой молчания. Чтобы нация была здоровой, в первом чтении принят законопроект о запрете продажи слабоалкогольных энергетиков. Бьют они в основном по молодежи. 67 голосов за, один против. Первое. Запрет розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории Республики Крым. И второе. Не допущение розничной продажи тонизирующих напитков следующим категориям. Это лицам, не достигшим 18-летнего возраста, в детских, образовательных и медицинских организациях, на территории физкультурно-оздоровительных комплексов и в местах проведения массовых культурных мероприятий и акций. Крым в подобном порыве не одинок. К примеру, уже последовали 35 субъектов Российской Федерации. По словам инициатора законопроекта, идея запрета алкоэнергетиков поддержана медиками, правоохранителями, предпринимателями, которые не понесут серьезных убытков. Доля таких напитков в обороте незначительна. С оптимистичными данными у трибуны министра труда и соцзащиты. Число безработных крымчан с марта по декабрь прошлого года уменьшилось более чем на 4,5 тысячи человек. Поспособствовала госпрограмма поддержки рынка труда. Проблемы с невыплатами зарплат медикам и педагогам тоже в прошлом. 6 тысяч сотрудников органов труда и соцзащиты в месяц рассматривают до 600 тысяч обращений. Очереди и хамство портят всю картину, было высказано министру. Мы стараемся максимально упростить схему получения всех российских документов от каждой льготной категории. Максимально постарались привлечь студентов и волонтеров для наполнения программы. Но это очень кропотливый труд. До мая месяца у нас стоит задача заполнения полностью базы. Новая база – это 500 тысяч льготников, которые мы должны внести вручную в новую программу. Но хамство и невежество – это действительно недопустимо. И те сотрудники, которые действительно так себя ведут, они просто не остаются на своем рабочем месте и уходят. Еще одна жалоба от льготников, которых некоторые водители маршруток, мягко говоря, недолюбливают. Елена Романовская еще раз напомнила, что все преференции для 27 льготных категорий граждан по-прежнему существуют без изменений. Плюс с 1 апреля у инвалидов войны и участников боевых действий появилось право бесплатного проезда по межгороду. Мы оплачиваем действительно все заявки транспортных предприятий, которые заключили договора с управлениями соцзащиты. И ту заявку, которую они сами рассчитали и подали, в полном объеме оплачивается. Средства действительно заложены более чем достаточно в бюджете республики. То, что недобросовестность перевозчиков, которые не проводят льготников, есть. И мы с Минтранспортом просим всегда, что если есть такие недобросовестные перевозчики, льготников высаживают из автобуса, либо грубят, необходимо на горячую линию фиксировать такой номер маршрута, номер автобуса и дату и время, когда тот или иной пассажир зашел и ему отказали в проезде. Для того, чтобы отработать это тоже вместе с перевозчиком. Насколько мы готовы отказаться от понятия социальное сиротство, тему подняла уполномоченный по защите прав детей. В республике сейчас 4116 человек имеют статус сирота. Исконно давняя проблема у этой категории с жильем. С прошлого года в Российской Федерации ликвидирован срок действия понятия «ребенок-сирота». А это значит, что человек имеет пожизненное право на получение своего жилья. Нужно обратить внимание на то, что очень многие дети-сироты, и пользуясь тем, что здесь присутствуют наши муниципалитеты, городские округа, очень многие дети-сироты имеют изначально жилье. Немногие из них, выходя из специализированных учреждений, могут вернуться в это жилье, поскольку оно не сохраняется. Хотя законодательно местное самоуправление обязано сохранить, обеспечить сохранность данного конкретного жилья. Если мы внимательно отнесемся к этому вопросу, то нам гораздо меньше нужно будет средств для того, чтобы строить новое жилье для детей-сирот. Грядут и кадровые перемены. Под министром курортов и туризма Еленой Юрченко шатается кресло. Ничего личного, сказал Владимир Константинов. Сделан срез работы всех министерств. Наименее эффективные главы должны освободить места. У Юрченко будет представлена другая работа сейчас. Никаких проблем к ней нет. Личного плана здесь не должно быть никаких, так сказать, двойных мыслей или какого-то двойного дна. В этом ничего нет. Ей подбирается достойная работа. Она энергичный человек и найдет себе достойное применение в нашей команде. А кандидатура нового министра согласовывается. Проходят соответствующие процедуры. Там несколько кандидатур. Поэтому мы тщательно выбираем. Не хотим ошибиться. В преддверии курортного сезона работы и задач много. На майской сессии Государственного совета Республики Крым будет представлена новая кандидатура министра. Марина Павлова, Евгений Луговской, Служба новостей и ТВ.